владимир вечер добрый привет андрей один вопрос какие акции русские те кажется интересными с учетом того что все-таки инфляция тоже не спит есть какие-то акции которые могут противостоять инфляции хотя бы на первый период рынок российский на подъеме и люди в принципе я согласен с ними рассчитывают на более-менее продолжительный период стабилизации рубля у ячные не знаю какие причины могут его заставить там уйти на какую-то жесткую коррекцию но кроме санкций там каких-то непредсказуемых и традиционно в периоды стабилизации рубля наши недооцененные хронически да мы знаем это прекрасно недооцененные бедные российские бумаги они вдруг приобретают какую-то сакральную привлекательность для наших людей потому что конечно нашим людям условно говоря понятнее на риске никель чем активижен blizzard далее тем более какой-то ладок поэтому она конечно привлекает новых участников а учитывая то что у нас сейчас все электронные трейдеры вон пожалуйста в любом приложении в любом смартфоне то вот эта активность она сама по себе становится животворящий и она начинает раскручивать вверх индексы и рынок более-менее начинает какие акции может я неправильно вопроса сакцентировал вопрос я просто не дошел до него я хотел сказать что в целом если рынок будет расти индексы будут в позитиве то будут расти большая часть бумаг я могу выделить лишь те сектора которые явно выглядят для меня аутсайдерами в данной ситуации первую очередь это инфляционные сектора типа металлургии почему металлургия потому что могут быть новые налоги могут быть новые поборы могут быть какие-то новые маневры и так далее ровно по этой же причине мне не до конца понятная история в нефтянке не до конца хотя газпром я бы конечно покупал в расчете на низкие запасы подземных хранилищах в европе и на приближение высокого сезона с осенним подписанием долгосрочных контрактов на поставку газа в европу вот такие истории то есть как бы газпром экс нефтянка там нефтянки такого такого понимания нет дальше истории которые бы я пока не трогал это электроэнергетика потому что мне тоже непонятная история с тарифами в случае роста инфляции это будет большая драка и перетягивание одеяла вам что условный мэр будет говорить что сейчас нельзя тарифы поднимать потому что инфляция и там у людей так располагаемые доходы по баба а энергетики будут это как же так у нас выросли цены на бензин ну на на топливо да там на мазут все такое на уголь и как же вы что вы нас хотите это сказать зарезать просто и вы нам не даете поднять тарифы и вот это будет мышиная возня которая тоже для меня неявная история но кроме металлургов и кроме непонятной нефтянки поруб кроме энергетиков в принципе все остальное вполне съедобно банки съедобные телеком и съедобные ритейл съедобен туши ритейл не будут конечно сквизаут делать что база вообще понятно и там условно все остальное там то что у нас по мелче набирается там различную наверное только кроме про промтоварников типа м видео про подобные вещи это это конечно традиционно довольно слабо выглядит сейчас она пока тоже все выглядит слабо и и автомобильных производителей кроме камаз кроме камаз почему мне нравится камаз потому что в отличие от всех остальных солерсов и прочих у камаза есть очень мощный значит движняк вверх потому что он достаточно большой объем экспортирует как мы знаем и при оживлении мировой экономики часть произведенных грузовиков газпромовских они уйдут на загране за границу газпром получит очень хорошую валюту сможет платить дивиденды сможет обновить камаз получить что я сказал а я хотел сказать камаз я сказал газпром газпром прогресс вам уже закончили камаз то есть по сути да и вот эти истории отдельные такие выдернутые может сказать из контекста они интересны и и надо смотреть скорее надо исключать те сектора инфляционные которые содержат себе вот эти риски и не лезть не зачем нужды нет если все остальное не росло и вот нам по зарез нужна металлургия ну тогда окей но если все остальное растет то нам просто нужно изъять из этого перечня бумаги инфляционные не лезть в эти сектора остальное более-менее по обычным коэффициентом нашим всем любимым и или как у нас русские люди называют п на е а может это по-немецки не за немецкий когда не изучал можно так и звучит на я по-немецки не знаю вот по этим всем мультипликатором искать недооцененные бумажки то есть заниматься приятный такой нашей традиционной работой и получать деньги за это спасибо большое было очень интересно а а